итак дорогие друзья всем привет всем доброе утро всем доброе добрейше утро я сегодня провожу урок скоттеля приехал я на котель в конце урока сделаем небольшую такую мини-молитву сделаем молитву чтобы каждый кто хочет мог помолиться как будто бы вы на котеле как будто бы вы находили у стены плача максим перенчук шалом все за всем доброе добрейше утро и мы продолжаем изучать тору сейчас мы находимся как раз очень приятно что мы находимся возле на месте где царь соломон шлом амэллах которого чью мудрость мы сейчас изучаем царь соломон шлом амэллах он на построил когда-то здесь на этой горе вот там она первый храм иерусалимский он же написал мишлей он же написал колаэлит он же написал шираширим он же был пророком а мы сейчас можем представляете вот я сейчас прямо здесь вот в конце мы подойдем здесь сейчас я вам включу обратную камеру вот она вот котель значит все отлично люди молятся евреи как и три тысячи лет назад сюда приходят и молятся молятся но сейчас мы живем чудесное время когда можно находясь находясь в любой точке мира тоже виртуально оказаться прямо здесь виртуально оказаться прямо здесь и тоже можно вот прямо все увидеть услышать почувствовать но самое главное же все происходит в голове все происходит в голове человека и в голове очень важно чтобы была модель восприятия через знания торы потому что все что человек воспринимает он воспринимает через знание свое знание он пропускает как бы сигналы сигналы реальности и обрабатывает их через свое знание реальности кстати на моей странице исак пиндусе их системс это страница компании я размещу был пост и в инстаграме кстати по моему тоже был пост на моей личной странице да и в инстаграме и фейсбуке в инстаграме на моей личной странице а в фейсбуке на странице компании, неналичной, Исак Минсейч Системс, был пост про веру в Бога. И там атеисты очень активно доказывают свою правоту. И верующих людей, они там оказались в меньшинстве. А знающих верующих там вообще почти нет. Потому что там в основном за Бога заступаются люди, которые не знают про Бога, просто верят. А так как вы уже долго изучаете Тору, то если вы хотите высказать свое мнение, то напишите, пожалуйста, там в комментариях, что думают уже знающие люди, которые понимают, как работает голова, которые уже проучили Мишли в 600 уроках. Что вы можете ответить на совершенно, с моей точки зрения, пустые доводы, доводы людей, которые защищают атеистический взгляд на мир. То есть они просто, ну, можно любой довод просто разрушить в 3 секунды. Хорошо, значит, а мы изучаем. Главное изучать Тору. То есть можно, кстати, интересно, что, ну, человек, который знает, что он живет в мире веры, он просто тогда становится по-настоящему свободный. Он понимает, что любая идея, в которую он верит, это он ее наделяет силой. И тогда он начинает выбирать те идеи, которые он хочет, которые ему разумно наделять силой. Потому что, ну, мне кажется, абсолютно неразумно наделять силой идеи про материальное происхождение человека, про обезьян и так далее. Но нет в этом никакого смысла верить в это. Хорошо. Значит, а мы продолжаем изучать Мишлей. Мы сейчас находимся в конце 16 главы. 29-й был отрывок о том, как ведут себя люди в зла. То есть мы до 29-го отрывка учили, вот, например, 29-й отрывок, что человек насилия, он соблазняет своего ближнего. И там вот как раз эти атеисты, Рилька Шалом, они как раз и соблазняют своих ближних. Они люди насилия в Алихо Бадерах Лотов. И ведет их по пути нехорошему. Сейчас, кстати, флагман атеизма это Юваль Ноа Харари. Он проповедует голубой атеизм. То есть он людей ведет реально не туда. Не туда он людей ведет. Поэтому я считаю, что надо его интеллектуально остановить. Потому что, ну, что это такое? Скоро в школах будет обязательный предмет. Хорошо. Как говорили, как говорил кто-то такой умный человек, что для того, чтобы зло победило хорошим, добрым людям нужно просто ничего не делать. Вот если ты ничего не делаешь, то зло тогда оно активно распространяется. Поэтому хотя бы нужно ответить на комментарии в фейсбуке на Исааквинсейдж Системс и значит и в инстаграме тоже можно. Хорошо. А мы пришли к следующий отрывок тридцатый. Тридцатый отрывок звучит так. Значит, переводится это так, что тот, кто глазами так делает, закрывает глаза, вот так вот закрывает. И что он еще делает? Для того, чтобы придумать коварство. Значит, сейчас давайте будет объяснение очень интересное. Он закрывает глаза, для того, чтобы придумывать коварство. Коретсватав. Коретсватав это так кривит устами дословно переводится. Тела Ра он совершает зло. Значит, как это работает? Как это работает? Вот смотрите. Значит, здесь царь Соломон просто дал такой, как это же притчи, метафоры. Он дал нам метафоричную метафоричную такую метафору о том, как люди коммуницируют, как происходит процесс создания зла. Иногда это неявный процесс. В предыдущем отрывке было Иш-Хамас, то есть человек насилия, это явно, то есть он насилие. Юваль ну а Харари он не скрывает свои взгляды и он как бы он говорит давай вперед, мол, все идем на понятно куда. Теперь, но есть люди, которые они продвигают свою позицию, они продвигают зло неактивно, неактивно. Они выглядят так, он закрывает глаза, он такой задумчивый. Вот я понял сейчас, что флагман атеизма в русскоязычном мире это знаете кто? Познер. То есть вот Познер он такой с виду умный и он как раз это про него закрывает глаза задумчивый такой, кривит уста, он так вроде ничего плохого не говорит. Кстати, здесь многие комментаторы говорят, что когда царь Соломон говорил про кривящие уста, он говорил, намекал на вещь, которая написана в Талмуде. Написано в Талмуде так, что Рубам Бегезель большинство людей спотыкаются на Гезеле, Рубам Бегезель. То есть, если мы посмотрим вот большинство народа, мы видим сейчас, что вот люди идут вроде бы на демонстрации в защиту черного парня, которого убил белый полицейский. Не убил, он его удерживал и тот задохнулся. Теперь, значит, все выходят с хорошими побуждениями, да, но потом Рубам, потом большая часть из них, когда начали громить магазины в Нью-Йорке, ну что я не зайду, ну это же я же за черных шел голосовать, то есть, я же молодец, а вот эти хозяева магазинов, они не молодцы, значит, я могу сейчас чуть-чуть себе взять, ну кому плохо будет, если я сейчас себе возьму из этого магазина спортивного велосипед, я же для здоровья, то есть, я вроде как на демонстрации за права человека, а потом, когда магазин начали громить, так я зайду себе велосипед возьму. Талмуд говорит, что Рубам Бегезель Большинство людей спотыкается в грабеже, в грабеже спотыкаться, ну, очень много возможностей споткнуться в грабеже, там недоплатил, там какой-то конфликт финансовый, и суд решил, что прав, например, ну суд-то он не религиозный, что вот у нас был суд, например, да, просто нам сделали неправильный ремонт, да, и мы подали в суд, значит, и они признавали, что неправильно сделали ремонт, но когда надо было переделывать, и речь коснулась денег, они сказали, ну, мы не можем, там, или и так далее, я обратился в суд, теперь в суде, они пришли с адвокатом хорошим, а у нас был адвокат плохой, и наш адвокат просто забыл пригласить инженера на суд, который должен был сказать, что они выполнили там свою работу плохо, и суд сказал, нет адвоката, нет инженера, значит, значит, они не должны, то есть, ну, в общем, суд вынес решение, по которому они не должны были нам отдавать деньги, и это значит, что они нас ограбили, потому что они-то сами признавали, что они плохо сделали ремонт, и в таких ситуациях легко споткнуться, поэтому Талмуд говорит, что рубам, бэгэзель, большинство людей спотыкается в грабеже, спотыкается, именно не специально, миют, бэрайот, меньшинство спотыкаются в орает, это нарушения, связанные с развратом, разврат в разных формах, значит, люди, ну, мы видим сейчас, сколько, насколько идет пропаганда, Ирина Хакамада, умная женщина, кандидат президента России, она говорит, а что, свободный брак, это классно, это круто, то есть, мы живем в браке, но каждый живет сексуальной жизнью, с кем хочет, и как ей не поверить, у нее 2 миллиона подписчиков в инстаграме, то есть, она вроде умная женщина, а бога же нет, думают атеисты, значит, почему бы нам не взять, как правило, систему Ирины Хакамады, никто не смотрит, что у Ирины, к сожалению, у нее есть проблемы с детьми, и никто не знает, вообще, ну, по-настоящему, счастливая ли она женщина, и что с ней дальше будет, но, но, миют, бэрайот, то есть, меньшинство, грешат в разврате, сейчас я думаю, что миют, это было меньшинство во времена Талмуда, потому что была жизнь более такая, была жизнь более, даже вот в, ну, в обычных странах было все очень скромно, да, то есть, был институт семьи и так далее, но в наше время, я думаю, что рубамбы гэзель, рубамбы арают, много и спотыкаются в грабеже, много спотыкаются в разврате, вэкулям, говорит дальше Талмуд, все, все спотыкаются бэ авакла шонара, что такое авакла шонара? Есть злоязычие, есть злоязычие, это когда человек говорит, вот я сейчас говорю про Хакамаду и про Познера, я говорю, скорее всего, не злоязычие, потому что я просто пересказываю их взгляды, которые они пропагандируют и открывают на миллионы людей, но я это говорю, все равно же я как бы говорю про них плохо, может быть, это как раз вот эта пыль, пыль злоязычия, то есть, может быть, это и не стоило бы говорить, и когда человек, его спрашивают, ну как там Серега твой друг, как Серега твой друг, что ты можешь про него сказать, и он как раз тогда, вот сейчас идет иллюстрация этого пасука, он такой глаза закатывает, закрывает глаза, ну, ну что Серега, ничего не скажу тебе про Серегу, это называется, это называется пыль злоязычия, он ничего же не сказал, ничего не сказал, но из его закрытых глаз и перекривленных губ, понятно, что про Серегу он ничего хорошего сказать не может, это то, что нам здесь, здесь нам говорит царь Соломон, что 30-й отрывок, закрывает глаза свои, чтобы придумать коварство, кривит уста свои, совершает зло, что есть иногда люди, есть, они не явные злодеи, они, они вот так, пыль лошонара, то есть, они пыль злоязычия, они, как бы вот, понятно, да, то есть, такая мягкая из форма зла, он нас, царь Соломон, сейчас предупреждал в отрывках от 20, сейчас я вам скажу, от 26-го отрывка, это как бы входящая, заходящая форма в зла, заходящая форма зла была в 26-м отрывке, что человек работает и живет для своего рта, то есть, он полностью сосредоточен на удовлетворении своих материальных потребностей, и для него, кроме материальности, ничего нету, это вход, это дверь в зло, дальше он перечисляет с 27-го отрывка, 28-й, 29-й, это самые активные формы зла, активные, очень сильно активные формы зла, и 30-й отрывок, он нам говорит, что есть зло, которое вообще не явное зло, которое, человек его задумывает технично, это зло, которое завернуто в красивую упаковку, поэтому, когда многие люди нерелигиозные, они говорят, что вот посмотри, вот эти религиозные делают зло, вот эти делают зло, вот эти делают зло, это как раз о них говорил, царь Сламон в 30-м отрывке, бывает человек одет как религиозный, бывает он даже говорит как религиозный, бывает он действует как религиозный, но в итоге, в итоге, у него, он нерелигиозный, то есть, его намерения внутри могут быть абсолютно, абсолютно только направлены на его личный эгоизм, на его личный почет, слава и так далее. Поэтому, когда обвиняют религиозных, что они ведут себя не по-религиозному, я всегда говорю, что если он делает какие-то действия, которые реально он их делает, и они запрещенные действия, как делают, например, обвинения на некоторых священников, там есть вот эти католические, которые делали, если это доказано, если это действительно правда, а не то, что людям нужны деньги, знаете, как бывает, нужны деньги, он учился в религиозной школе, потом он идет и обвиняет, как сейчас это же самый простой способ заработать, взять какого-то богатого человека, а католическая церковь очень богатая, прийти в суд и сказать, он меня в детстве, там 20 лет назад изнасиловал, и если есть хоть какие-то там идеи, что было что-то там, что-то было, то его полностью на 100 миллионов в суд хлопает, и все, и я думаю, что минимум половина из всех этих обвинений в изнасилованиях и так далее, это просто, чтобы заработать денег, минимум, но даже если вторая половина это правда, то тогда, то тогда, это просто делали люди или не религиозные, или они споткнулись, или они споткнулись, или бывает, что человек религиозный, потом его накрыло, он в этот момент ничего не понимает, делает то, что делает, потом он бах, и он там, понятно, да? Хорошо, теперь дальше, 31 отрывок, 31 отрывок, он звучит так, это был 30-й, 31 отрывок, значит, 31 отрывок звучит так, значит, корона, венец, корона великолепная, сейва, это седина, седина, это корона великолепная, теперь, на пути милосердия и справедливости она найдется, эта корона, значит, по Торе, по Торе, есть повелевающая заповедь из Торы, лифнейт, сейва, такум, вадаратный закэн, звучит это так, Бог сказал в Торе, что перед сединой ты должен вставать и отдавать почет лицу старца, то есть, Талмуд выясняет, кто такой старец, есть мнение после 60 лет, если после 70 лет, есть, что закэн это тот, кто умудренный Торой, и Талмид Хакам, мудрец Тора, он уже, хоть ему 20 лет, он уже закэн, то есть, это уже человек, умудренный Торой, но обычный закэн старец, это тот, кто умудренный годами, то есть, если человеку 60 лет или 70 лет, то уже Бог сказал перед ним вставать и ему оказывать почет, но царь Соломон, он нам добавляет интересную вещь, он говорит, если он идет по пути сдати, по пути милосердия, я слышал, что Чукчи, Чукчи, они своих стариков садили на льдину и отправляли в море на еду тюленям, они говорили, слушайте, вы уже старый, зачем вы нам нужны, езжайте на льдину и в море, я слышал, что в Спарте, прямо великий Александр Мухдон, его зовут Мухдон по-матидонски, да, они сбрасывали стариков, инвалидов, детей, сбрасывали в море, не в море, со скалы, чтобы были только сильные, здоровые люди, которые могут воевать. Теперь это все общество, основанное на материализме, на том, что человек, он животное и выигрывает в этом мире животное. В этих обществах старцев уважать не надо. Теперь старец, который сам выбирает путь, что он животное, он людям приносит зло, он обижает людей, он нарушает, он не идет по божественным заповедям, вряд ли его будут уважать в конце его жизни, когда он уже слабый, когда у него нет сил, когда он седой. Поэтому единственный способ быть уважаемым старцем, атеры тиферы цейва, то есть это корона великолепия, седина, но если по пути сдати, по пути милосердия, значит, она, этот человек идет. И, естественно, это очень важный критерий в обществе, как они относятся к своим старикам. То есть если в обществе не уважают пожилых людей, если в обществе пожилые люди, они как отбросы, если в обществе, то это животное общество. То есть это общество животное, и, естественно, они не идут по божественным законам. И чем больше уважают в обществе старцев, тем более это общество идет по законам Бога. Вот то, что мы сейчас узнали. Теперь, что это нам говорит? Если мы хотим в старости быть уважаемыми, если мы хотим жить долгую и счастливую жизнь, то нам нужно думать, по какому пути мы идем. Или мы идем по пути сдатьи, по пути милосердия и справедливости, или человек, пока он сильный, он старается у всех забрать, но он должен знать, что возвратка будет. Все в этом мире возвращается. Все, вот, нам осталось в этой главе два отрывка, это мы оставим их на завтра. Сейчас давайте я, значит, подведем итог. Что итог такой, что, ну еще раз, что нужно опасаться и избегать злых плотих людей, это факт. Нужно убирать зло в себе, идти по пути добра, намерение сделать, идти по пути добра, это факт. И нужно уважать старцев и самому понимать, что у нас у всех есть шанс сейчас, в наше время дожить до 100 лет. Сейчас очень продолжительность жизни удлиняется. И можно, если ты делал добро, если ты делал милосердие, то можно последние 20 лет своей жизни наслаждаться, наслаждаться любовью людей и их уважением. А можно, если ты сам живешь до старости как животное, можно в конце оказаться никому не нужным животным. Поэтому надо думать об этом. Все, дорогие друзья, сейчас я хочу несколько минут буквально перестать говорить, вам показать котель, чтобы вы могли тоже, если кто-то хочет, помолиться, попросить Бога о долгожительстве, о долголетии, о здоровье, о счастливой старости, о счастье для близких, для детей и так далее. Очень важно. Сила молитвы – это удивительная вещь. А я тоже буду молиться, чтобы Бог услышал ваши молитвы. Я буду как поддержу вашу молитву, чтобы была воля Всевышнего, чтобы Он услышал ваши молитвы. Все, переводим сейчас и Инстаграм тоже. Нет, не завершаем. Переводим на котель вот туда, чтобы люди помолились. Давай, давай, Львовка, вот так. Все, вот так переведи на другую сторону. Все, значит, вот. Буквально сейчас я три минуты, три минуты, чтобы вы могли успеть помолиться, попросить все просьбы, которые для вас важны. А я прошу Всевышнего, чтобы Он услышал ваши молитвы и чтобы дал им силу. и Mommy, отец, и желаю и стоить вам полезно. То есть, Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!